Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск новостей. В студии работает Саулья Багалиева. И смотрите в этом выпуске. Как исполняются тарифные сметы и подорожают ли услуги? Руководители коммунальных предприятий отчитались и рассказали о своих проблемах. 7,5 лет лишения свободы, но только через 5 лет. Основательница Харжейнвест ЛТД получила отсрочку. Учащиеся электротехнического колледжа создали мини-копию настоящего производства. Свою разработку ребята представят на российском чемпионате WorldSkills. В начале выпуска новости республики в Петропавловске проходит 15-й межрегиональный форум сотрудничества между Казахстаном и Россией. В совещании принимают участие лидеры двух стран. Перед началом форума президенты Казахстана и России провели двустороннюю встречу. В ходе этой встречи Нурсултан Азарбаев и Владимир Путин обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и топливно-энергетической сферах. Доварообороты, которые в этом году считаем достигнут 18 миллиардов долларов, 70% происходит между регионами. Мы сейчас тему выбрали еще одно – туризм, который еще не открыт. В мире 10% ВВП составляет туризм. В наших странах процент чуть больше. Уважаемый Нурсултан Азарбаев, действительно тема очень интересная. На фоне растущего товарооборота это еще одна ниша. У нас, в принципе, ситуация развивается весьма позитивно. Товарооборот растет. Казахстан принимает второе место среди наших торгово-экономических потребностей на пространстве СНГ в Польской Белоруссии. Поднять сельскохозяйственный сектор Североказахстанской области на новый уровень. В частности, открыть новые предприятия по переработке масляничных культур и повысить производительность. Перед началом межрегионального форума президент страны посетил объекты города. В первую очередь глава государства отправился на завод имени Кирова. Здесь в рамках специальных программ реализуются технологические проекты. Это уникальное предприятие по производству оборудования для полного спектра цифровых, спутниковых и широковещательных передач. Цеха оснащены новым оборудованием, позволяющим изготавливать технические устройства для железнодорожных, нефтегазовых комплексов и радиоэлектронных аппаратов с цифрового телевидения. Продолжение следует... По завершении совещания глава государства провел встречу с общественностью региона. Жители и актив области выразили благодарность Русултану Мазарбаеву за эффективную социальную политику и проявляемую заботу о населении. Между Акиматом Семей и Восточно-Казахстанским областным судом по гражданским делам подписан меморандум о взаимосотрудничестве в области развития института регулирования споров. Подписание состоялось в присутствии депутатов городского маслефата, представителей неправительственных организаций, судей и средств массовой информации. На заседании стороны утвердили ряд положений, руководствуясь Конституцией Республики Казахстан. Цель меморандума – снижение уровня конфликтности в обществе и всестороннее развитие досудебных институтов. С начала года в Семейский городской суд подано 1556 заявлений на развод. 898 из них были удовлетворены, а 454 дела урегулированы, отметил пресс-секретарь городского суда. По словам Акима города Ермака Салимова, инновации должны разрабатываться на основе опыта других городов для разрешения досудебных и судебных споров. Я думаю, сегодня в рамках нашей встречи мы подпишем меморандум, который четко определит все наши взаимодействия в этом вопросе в рамках сегодняшнего существующего правового поля. Практика показывает, что многие вопросы сегодня могли бы решаться в досудебном порядке. Посылом вот этого является наша совместная работа с местной исполнительной властью в части открытия центра примирения, в котором люди могут разрешить свои споры, не доходя до суда. Вторым направлением данного проекта является расширение сферы досудебного разрешения споров в части реализации проекта Совета БИИ. В послании народу Казахстана президент подчеркнул, что казахстанцы должны получать достойную заработную плату. Взяв во внимание эти слова, руководители ряда предприятий нашего города повысили размер оплаты труда работников. Доходы растут, когда человек, трудолюбив, является профессионалом своего дела и получает достойную заработную плату, говорится в послании президента. Поэтому глава государства поручил повысить минимальную заработную плату граждан. Предприятие нашего города уже приступило к реализации поручения Нурсултана Назарбаева. Акционерное общество «Алел» лидирует по оплате труда своих работников. В этом году предприятие снова повысило заработную плату. Да, мы на самом деле очень активны в этом направлении. В первую очередь мы заботимся о нашем персонале. Мы ежегодно поднимаем заработную плату. В этом году мы подняли заработную плату на 15,6%. В следующем году мы также планируем поднять заработную плату. В компании насчитывается около тысячи сотрудников. Будучи одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков региона, акционерное общество ведет активную социальную деятельность. Данное направление не раз было отмечено главой государства. Дополнительно мы к мотивации наших работников, мы оказываем помощь населению. У нас есть меморандум, заключенный с Акиматом города, по которому мы более 20 миллионов выделяем ежегодно на развитие нашего региона. Предприятие финансирует обучение и повышение квалификации рабочих. Ведь, как отмечено в послании президента, лишь совместными усилиями можно создать общество всеобщего труда. В Семее состоялись общественные слушания по вопросу исполнения тарифных смет и инвестиционных программ. Напомним, что на недавнем заседании Совета безопасности глава государства подверг жесткой критике работу комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции и призвал к тому, чтобы принять все меры по снижению тарифов и дать оценку каждому территориальному подразделению. Общественные слушания по тарифным сметам с участием представителей главных коммунальных предприятий области до Семея уже прошли в Зыряновске, Риддере и Усть-Каменогорске. Заседание открыло выступление руководителя Семьи Водоканала. Яркин Сагамыков представил полноценный отчет о проделанной работе за последние три года. В целом, одним из главных достижений предприятия является то, что она добилась существенной экономии по электроэнергии. Положительная динамика отмечена по сверхнормативным расходам. Они есть, но с каждым годом становятся меньше. Еще один положительный момент достигнуто снижение водопотребления и водоотведения за счет установки жителями приборов учета. На сегодняшний день абоненты семьи обеспечены счетчиками на 91%, что дает большую экономию по воде. В итоге, по словам руководителя, предприятие сегодня обходится без внепланового повышения тарифа. У нас будет плановое повышение тарифа, которое было заложено в 2015 году. То есть у нас четыре года реализации этой тарифной сметы уже прошло. И с 1 мая 2006 года у нас будет увеличение на 4,7%. А вот по тепловой энергии сложилась далеко неоднозначная ситуация. В этом году в отношении предприятия Теплокоммунэнерго со стороны областного департамента комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции введены штрафные санкции. Предприятие сэкономило 96 миллионов тенгена электроэнергии за счет запуска собственной турбины. Но департамент об этом не уведомило. В результате прокуратура, обнаружив это нарушение, так как 96 миллионов по документам были заложены на покупку электроэнергии, заставила теплоснабжающее предприятие сделать перерасчет населению в виде 3% уменьшения начислений. Однако при этом у предприятий накопились большие финансовые проблемы. Нехватка 400 с лишним миллионов тенге на покупку угля и 360 миллионов по заработной плате. Вы сегодня запустили водозабор, вы сегодня пользуетесь полностью электроэнергией и водоснабжением полностью с реки Иртыш. Вы получили экономию на этом, правильно? Вы получили сегодня большие деньги по реконструкции РК-1, по ТЭЦ-1. Сегодня мы выделили большие средства на завершение реконструкции первого котла, почти 600 миллионов порядка ТЭЦ-1. Для того, чтобы запустить вторую турбину при этом, при всем, у вас все равно сегодня есть проблемы. И вот эти проблемы вы коротко должны были озвучить. Что да, есть 300 миллионов, которые мы сегодня, к сожалению, не сможем взять и будем рассматривать там с декабря месяца подачи и корректировки тарифной сметы. Неужели? Ну, правильно, коллеги? И все понятно, всем все ясно. Более того, при таком положении предприятие увеличило заработную плату рабочим. И даже после увеличения, как выяснилось, она все еще остается низкой. Было увеличено зарплату на 25%. Было запланировано, что тарифы, включен зарплаты, это миллиард. 174 миллиона кинги. Фактически отрад составляли 1 миллиард, потому что это 87 миллион кинги. Мы еще не посмотрели ни вашим образом, что они скорректировали, какие статьи, куда. Я думаю, что все суммы скорректируют, чтобы мы на следующий год вам опять же страхные санкции не вводили. Это же нонсенс, когда с одной стороны государство все дает, а вот с другой стороны неправильно это ему штрафуют. Глава государства сказал, снижайте тариф, но снижать мы точно не можем. В то же время резкое увеличение, но это тоже нельзя. Сегодня тоже проблемы города, семей, мы тоже знаем. Поэтому надо находить эти, так сказать, проблемы-то, пути решения. Вы должны их обозначить. Судя по всему, предприятие вновь нуждается в повышении тарифа. Однако, забегая наперед, члены общественного совета твердо обозначили свою позицию. Если вы придете к нам, дадите материалы на повышение тарифа, вот я вам сейчас говорю, мы согласны, не дадим дотекпу, пока вы не начнете искать внутренние резервы. Я вот тогда почти не ухожу далеко. В этот же день также был заслушан отчет по исполнению тарифных смет и руководителей акционерного общества ВКРЭК. Отметим, что сейчас между департаментом и ВКРЭК проводятся судебные споры относительно введения понижающего тарифа. Учитывая все это, было решено провести повторные общественные слушания через месяц. Сауля Байгалиева, Ильжан Макзумов, телеканал «Семей». «Семей» оглашен приговор в отношении основательницы финансовой пирамиды. В суде рассматривались исковые заявления 243 граждан, пострадавших от деятельности Каржейн Вест ЛТД. Организация привлекала вкладчиков, имеющих банковские кредиты. За денежное вознаграждение в размере 40-45% от суммы займа сотрудники брали на себя обязательства по полному погашению кредитов. На деле же основная часть денег выводилась с кассы Каржейн Вест ЛТД, их руководителям, и лишь часть направлялась на ежемесячное погашение кредитов для создания видимости и исполнения принятых обязательств. Всего за период с марта 2016 по ноябрь 2017 года, таким образом, организаторы получили свыше 42 миллионов тенге, что является особо крупным размером. Сегодня суд номер два города «Семей» огласил окончательный приговор по данному делу, учтя наличие у посудимой несовершеннолетних детей. Восьмой части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан к 7 годам лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 7 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовной исполнительной системы средней безопасности на основании статьи 74. Учающиеся электротехнического колледжа создали уменьшенную копию настоящего производства. Свою разработку ребята представят на российском отборочном чемпионате WorldSkills, а затем на республиканском конкурсе в Казахстане. Напомним, WorldSkills – это международная ассоциация, целью которой является повышение статуса профподготовки специалистов и популяризация рабочих профессий по всему миру. Электротехнический колледж не первый год участвует в республиканском конкурсе WorldSkills и довольно успешно. В прошлом году студенты заняли первое место и получили путевку на участие в мировом турнире, который проходил в Абу-Даби. Мы не сами всего достигаем, нам оказывают помощь. Большую благодарность хотелось бы выразить областному управлению образования, Акимату, областному нашему тоже большая поддержка, партии Нур-Отан. Самая современная техника, ребята работают не просто на каком-то старейшем оборудовании, у нас действительно самое продвинутое оборудование, которое сейчас используется на мире. Теперь колледж готовит новых участников. Студенты 4-го курса Александр Бетсольд и Исажан Раисов учатся по специальности ядерный реактор и энергетические установки, но сильно увлеклись мехатроникой. Сейчас их задача собрать мини-копию станции и запрограммировать ее. Это все уменьшенная копия настоящего производства. То есть такие цилиндры, но они в уменьшенном, конечно, виде, они имеются на производстве. То есть манипулятор, он у нас двигается вниз, берет деталь, передвигает и перемещает. Вообще сама IT-отрасль, она во всем мире набирает большие обороты, и Казахстан не хочет в этом отставать. Я думаю, что самое главное, когда ты занимаешься IT-отраслью, это желание. То есть без желания, конечно же, у тебя ничего, я думаю, не получится. Оба студента примут участие в конкурсе в компетенции мехатроника. Они уже прошли областной отборочный турнир, заняв первое место. Сначала они примут участие в региональном чемпионате тренинги в Челябинской области, а в конце ноября в финале казахстанского этапа конкурса WorldSkills. Сауля Байкалиева, Ельжан Максумов, телеканал «Семей». Семей республиканский антикоррупционный марафон одолжил честный путь и завершился массовым автопробегом. Инициатором выступил отдел внутренней политики. Участниками автопробега стали представители клубов автолюбителей. Более 50 машин, взяв старт с Левобережья, проехали по центральным улицам города и финишировали у здания Кемата. В завершении автопробега участники поделились своими мнениями о важности проведения таких акций, в которых принимают участие сами горожане. Главная цель республиканского марафона – формирование антикоррупционной культуры, а также привлечение к борьбе с коррупцией не только работников государственных органов, но и представителей общественности. Именно поэтому мы сегодня решили организовать автопробег. Ну это, наверное, смысл как пропаганда, чтобы молодежь, люди видели, что мы вот такие вот активисты против коррупции и поддерживаем всякие вот такие вот акции. Все это организовано для того, чтобы показать, что молодежь у нас сплоченная и не остается в стороне. В честь 20-летия Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета в семье проходит городской турнир по волейболу. Главный приз – Кубок ректора университета. В турнире принимают участие студенты вузов и колледжей, а также ученики школ города. Спорт – залог здоровья, а будущее страны зависит от здорового поколения. Взяв от этого внимание, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет организовал турнир по волейболу среди студентов и школьников. Цель состязания – пропаганда здорового образа жизни и развитие массового спорта. В турнире, который проводится впервые, приняли участие 8 команд, представляющие учебные заведения нашего города. Мы проводим открытый городской турнир по волейболу, посвященный 20-летию Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета. Это мероприятие мы первый раз проводим на Кубок ректора по волейболу. В честь юбилея Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета всем участникам были вручены специальные призы. В турнире, который требует сплоченности, быстроты и мастерства, команды проявили себя максимально активно. Я играю в волейбол уже на протяжении 8 лет. В данном турнире принимаю участие в первый раз. Мы с командой проводим тренировочные занятия три раза в неделю. Все команды пришли с хорошей подготовкой. Хотим сказать спасибо организаторам. Турнир будет проходить в течение четырех дней. Победители будут награждены специальными кубками, медалями и грамотами. Бакат Гуль Казец, Мирей Жакманов, телеканал Семей. Итак, вы были новости пятницы. Я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и приятных выходных. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok